Харе Кришна всем, и добро пожаловать в Шри Вриндаван Дхам. И вещание этого вебинара будет в понедельник во Вриндаване. И мы посчитались преданными, и получается сегодня 34-й вебинар. Харе Кришна. So, Нама Ом Вишну Бадая Кришна 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 Бхутале Шримате Бхакти Веданта Свама Нити Намане Намасте Сарасвати Девам Горавани Пачарине Нивишеша Шуньавади Пасха Чадеша Дхаране I'd like to begin today by Reciting a verse of how much all of you are dear to our Lord Krishna. Сегодняшний вебинар я хотел бы начать с цитаты стиха, которая говорит о том, насколько вы все дороги Господу Кришне. Подготавливаясь к этим вебинарам, связанным с Фраджалилой, я натыкался и находил много удивительных стихов. Я обратил внимание, что наши ачарии, они часто цитируют из некоторых писаний. И одно из наставлений Чайтани Махабрабу ачарьям было таково, чтобы они отправлялись в Вриндаван и составили произведения, которые прославляют преданных и святые места. И я заметил, как они часто цитируют Скандапурану, Гаргасамхиту, среди всех других произведений. И вот один из текстов, который переводится в Гаргасамхите, 3.25. Кришна говорит. Кришна говорит. Веды — это мои слова. Браманы — это мои уста. Коровы — это мое тело. Вы — полубоги, мои конечности. Мои преданные — это дыхание жизни в моем сердце. Итак, мы медленно проходим через все игры, которые происходили в Гокуле, в лесу Махаван. И сегодня мы рассмотрим рождение Кришны. И мы говорили о том, как Кришна послал демоницу Путану. Говорили о славе Матери Ишоды. Мы говорили о гаргамуне и церемонии присвоения Двани имени. И также убийство демона Сатакасури — демона повозки. И сегодня мы хотели бы рассказать о том, как Кришна убил демона Тринаварта. И есть предыстория к этому. И когда день рождения Кришны подошел, первый, как мы говорим, день явления или день рождения, то его отец, Нанда Махарач, он хотел отпраздновать поклонение Нарайане. И также удовлетворить браманов. И чтобы в его царстве все процветало, праздник сделать. Интересно, что Нанда Махарач хотел оказать почтение Нарайане, хотя его сын является верховной личностью Бога. Но в соответствии со своей кастой все праджабаси, они следуют определенным культурным нормам. Несмотря на то, что сама верховная личность Бога живет среди них. И чтобы сделать эти игры сладкими, матушка Пурнамасия, она покрывает всех иллюзий, и все забывают, что Кришна — это Бог. И чтобы не было этой ашвари-бхава, и чтобы они могли наслаждаться близкими отношениями с Кришной, как с друг, возлюбленной и другими. Иногда, краткие мгновения, они понимают, что Кришна является верховной личностью Бога, но потом опять майя их накрывает, но иногда их проскальзывает это понимание, что Кришна — верховная личность Бога. И мама Яшода, она выражает эти мысли в тексте, который содержится в Шамад-Бхагаватам. В Шамад-Бхагаватам, 10, 8, 42. Она говорит. Иногда, под влиянием духовной майи Верховного Господа, я ошибочно думаю, что Нанда-Махарадж — мой муж, и Кришна — мой сын, и что, поскольку я царица Нанда-Махараджа, все богатства, коров и телят — моя собственность, а все пастухи и их жены — мои понтанные. На самом деле, я тоже вечно подчиняюсь Верховному Господу. Он — мое последнее прибежище. И она признает тот факт, что под влиянием духовной майи, Пурнамаси, она считает себя, что ошибочно думает, что Нанда-Махарадж — мой муж, что Кришна — сын. И так далее. Но все это происходит под воздействием Йога-Майи. И когда это уходит, то она может продолжать заниматься своими близкими отношениями к Кришне. И также был случай, когда Нанда-Махарадж осознал, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Это произошло, когда он рассказывал своим поднанным, что объяснил ему Гаргамуни во время церемонии наречения имени Кришны. Он всем рассказал, буква за буквой Гаргамуни объяснял мне значение имени моего сына. Гаргамуни объяснял мне имя, смысл, значение имени, которое он дал. И он сказал, что буква К означает «любовник богини удачи». Он дал имя Кришна. И R обозначает «господь Рамачандра». И буква S указывает на того, кто является владыкой шестью достояний. И буква N обозначает «в имени твоего сына Нри Симха». И буква A означает «относится к Вечному». И в этом произношении, которое дал Гаргамуни, была «ха» в конце. И N, это буква H, означает «нара-нарайна-риши». И Nanda-Махарадж продолжал, что он, Гаргамуни, сказал, что сочетание этих шести букв образует название изначально Верховной Личности Бога, который был совершенен и полон во всех отношениях. И это то, почему Гаргамуни назвал моего сына Кришной. То есть очевидно, что Nanda-Махарадж понимал, кто такой его маленький мальчик. Но потом Пурнамаси опять покрыла его Йогамайей. Понятно, что иногда бывает настроение Швария, но оно не приветствуется на Галоке. Это в начале восстановления наших отношений. Мы понимаем, что Он является Верховным Повелителем, и мы Его смиренные слуги. Это начало. Вы не можете перепрыгнуть через этот уровень. Поэтому Шул Пурпада говорил, что мы поклоняемся Божествам в храме Радхакришны или у себя дома в настроении Лакшмина Райана. Мы не одеваем их как Кришна в лесу, в Радхарани, в Гулкуле. Они одеваем очень просто. Но в Вайкунта Лакшмина Райана одеваем очень оппонентно. Поэтому мы одеваем наши деятели так, чтобы мы начинаем реестаблить правильную отношения с Кришной. И поэтому Шул Пурпада говорил, что мы не одеваем Божествам очень простым образом, так как одет Кришна в Радхарани во Вриндавы. Нет, мы им одеваем их и поклоняемся с благоговением и почтением, так же, как мы поклоняемся Лакшмина Райане. То же самое, когда у нас есть Босс в этом мире. И когда речь заходит за отношениями со своими близкими, друзьями или детьми, то вы находитесь в более близких, тесных отношениях с ними. Все отношения, которые у нас есть здесь, в материальном мире, являются отражением наших изначальных отношений, которые есть у нас в духовном мире. И совершенство всех отношений может быть найдено только в одном месте, и это место есть Галлока Вриндавана. И Кришна ценит это больше всего. Ашварья там не существует. И это хорошо говорится в Чайтанья Чаритамрите Адия Лила 3.16. Кришна говорит, Зная мои богатства, весь мир смотрит на меня с благоговением и почтением. Но преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает меня. Конечно, Кришну привлекает любое проявление предности. Даже, например, если вы предложите цветок, листок или воды, но когда мы хотим полностью чистых, полных, глубоких отношений, то необходимо, чтобы Кришна обнял нас, мы должны полностью забыть об Ашваре Брабхаве. И вот эта чистая преданность, она существует, мы можем видеть на примерах обитателей Вриндавана. И Пурнамаси, она следит за тем, чтобы не было Ашварья расы, но иногда она проявляет для того, чтобы добавить вкуса отношениям Мадхурия расы или другим отношениям, которые служат Мадхурия расе. Интересный факт, что Йогамая также иногда заставляет Кришну забыть о том, что Он является Бог. И это называется мукдгатта. И когда Он забывает, что Он Бог, Он может танцевать со своими друзьями, играть и веселиться. И все это происходит в рамках ведической культуры во Вриндаване. Мы знаем, что где Господь Нарайана, там есть полубоги, и там святые люди, и они поклоняются и уважают Его. Нанды Махарач, когда Он отмечал день рождения Кришны, Он провел фестиваль для Господа Нарайана. Радхарани, она поклоняется Богу Солнца. Мы знаем, почему. Они хотят получить общение с Кришной. Гопи, они поклоняются Кришну, чтобы получить Кришну в мужья. И все Браджабаси поклоняются Шиве, и все это содержится в рамках культуры Браджабаси. И в сущности все по уж влюблены в Кришну, и они не могут забыть Его ни на одно мгновение, они всегда помнят о Нем и никогда не забывают о Нем. И в тот день, когда Кришна исполнился год, Ему было дано торжественное амивение, которое называется Абхишека. И браманы собрались на эту церемонию и стали петь мантры, гимны. Другие люди о нем пели и танцевали, и также были другие огненные жертвоприношения, и происходила раздача милости. И в такие ведические традиционные ритуалы также проводят ритуалы выпускания рыбы. Если сделать это, то это дает человеку долгую жизнь. Поэтому, если вы хотите долгой жизни, вы должны научиться таким ритуалам. И этот день мы празднуем как Джанмаштами. И также во всей Индии проводится празднование этого события, и поскольку Господь является нашим Тот, Кто обеспечивает и защищает нас. И в этом состоит татва. И философское объяснение того, что происходит. Те игры, они очень интересны. К сожалению, новость о праздновании Дня Рождения Кришны скоро достигла ушей короля Камсы. И это вызвало еще более сильное желание в его сердце убить Кришну, восьмого сына Деваки. И Камса уже отправил Путану и Шакатасуру в Гокулу, чтобы убить Кришну, но они были убиты Кришной. И поэтому Камса решил призвать гораздо более могущественного демона, и этот демон был Тринаварта. И поэтому Камса решил призвать гораздо более могущественного демона, и этот демон был Тринаварта. И каждый демон, он обладал большим могуществом. Почему? Потому что Камса еще большей решимости запасался, чтобы убить Кришну. В прошлом лекции, в прошлой лекции мы объясняли о том, говорили о том, насколько могущественна была Путана. И насколько Уткача, он был хитрый, и он превратился в привидение. Но в соответствии с Госвами, они не шли ни в какое сравнение с Тринавартой. Тринаварта — это всемирно известный демон. Тринаварта был третьим из двадцати одного демона, которых Камса посылал убить Кришну. Всего было двадцать один демон. Итак, Тринаварта означает «трава». И Варта означает «тот, кто переворачивает все с ног на голову». И Тринаварта означает «который своим кружением вокруг переворачивает все с ног на голову». Или вы можете видеть, когда вертолет взлетает, то вся земля и вся трава, она переворачивается сверх на голову. Итак, Тринаварта, он печально известен как демон-ветер. И он выглядел как обычный демон, хотя сложно сказать, что это обычный демон, как они выглядят, но он обладал мистической силой преображения. То есть, он мог становиться ветром. Вы не можете видеть ветер, но вы можете чувствовать на себе влияние ветра. То есть, можно сказать, он был невидимым. Он был и видим, и невидим. И Джива Госвами, они делают интересное замечание по этому поводу. Вначале пришла Путана, у которой была форма. И затем появился Сатакасура, который не имел формы. И затем пришел Тринаварта, у которого была форма и не было формы. И поэтому Камса обратился и к Тринаварте. Ты немедленно отправляйся во Вриндаван, найди этого головы Валаву Кришну и без промедления убей его. Мы слышали уже об этом, но мы должны проанализировать это. Мы должны медитировать, думать и погружать наши мысли о Кришне. И это должна стать пищей для нашего ума. Это делает нас духовно сильными, здоровыми. Потому что ум является тонким телом. То же самое, как у нас есть грубое тело. Мы кормим его пищей, чтобы дать ему сил. И помогать ему расти. Но также есть тонкое тело. И оно тоже материальное. И вы должны кормить его, чтобы давать ему силу. И также, чтобы он находился в здоровом состоянии. И как же вы кормите тонкое тело? Не к прасадам, но к Кришна-катхой. И когда вы кормите тонкое тело правильной пищей, то по каким признакам можно определить, что вы накормили? То, что этот человек, он полон счастья и энтузиазма. Он всегда готов двигаться. Широпрапада, он всегда переживал о том, чтобы его преданные всегда были полны энтузиазма. И то же самое, как обычный человек, он три раза питается в день. И мы должны отрегулировать свою жизнь, чтобы у нас всегда было достаточно времени для того, чтобы повторять Харе Кришну мантру и для того, чтобы слушать Кришну-катху. И то же самое, как мать, она занимается кормлением ребенка. И также отец, он занимается кормлением, и он дает ему вот эту духовную энергию, духовную силу. И это является главной обязанностью духовного учителя, ученика. Когда ученик, он слушает от духовного учителя и получает питание. Это является его основным служением, чтобы он мог расти. И у вас должно быть такой же аппетит, такой же желание слушать духовного учителя или других преданных, которые говорят о Кришне. И у меня, например, есть Шичананда Махараджи, Даравида Прабугавина Махараджи, другие преданные, мои духовные братья, которых я вдохновленно слушаю. И то же самое, вы должны с большой жаждой гореть, слушать Кришну-катху. И моя основная диета — это те слова, которые исходят из лотосных уст моего дорогого духовного учителя Шрил Парупады. Поэтому это является нектаром для нас. И вот это одно высказывание Камсы, когда Он сказал, отправляйся во Вриндава и убей Кришну, показывает, насколько демоничным Он был. Помните, что раньше Он был готов убить Свою собственную сестру. И сейчас Он готовится убить Ее Ребенка. Что за демон? И Шрил Парупада пишет об этой демонической тенденции в книге «Источник вечного наслаждения». Очень замечательная цитата. Я часто ее... Because, you know, as you move through society, you actually analyze people in the sense if they're ready for a Christian consciousness or they're not ready for a Christian consciousness. But the devotee always wants to share, even on a plane, on a train, or a bus, taking the opportunity. So I'm always looking, kind of scope people out. Will they be receptive to what I have to say? If not, will they take this Prashadam? Or just say hello. If they say hello back to me, a sort of a devotee, they get some benefit. This is how we move through society. It's the way we move through society. Мы даже не делим людей на друзей и врагов. Мы видим всех как кандидатов к сознанию Кришны. Но в зависимости от того, насколько они готовы или не готовы, в связи с этим будут наши отношения с ними выстраиваться. И Супрапада приводит критерии, по которым мы можем судить, и это содержится в книге «Источник вечного наслаждения». Как можно видеть людей? A demon like Kamsa never hesitates in committing any abominable action. It is said, therefore, that a saintly person can tolerate all kinds of miserable conditions of life. A learned man can discharge his duties without awaiting favorable circumstances. A heinous person like Kamsa can act in any sinful way. And a devotee can sacrifice everything to satisfy the supreme personality of Godhead. There you have it. Демон, вроде Kamsa, никогда не колебается в совершении какого-то отвратительного поступка. Поэтому говорится, что святой человек может терпеть все виды несчастных условий жизни. Ученый человек может выполнять свои обязанности, не ожидая благоприятных обстоятельств. Гнусный человек, подобный Kamsa, может действовать любым греховным образом, а преданный, может пожертвовать всем, чтобы удовлетворить верховную личность Бога. Давайте проанализируем личность Триневарты немного больше. На самом деле, это очень интересная личность. Ранее он был очень хорошим преданным. Что? Третий демон. Третий демон. Сахас-Ракша. 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 И он славился не только своим жертвоприношением, но также раздачей милостыни. И он был известен как преданный Господь Нарайана. Но произошло падение. Гонка не закончена, пока не достиг финиш. Он был царем, и он однажды на берегу реки Нарбады, он купался вместе со своими тысячами красивыми женами, и это то, что делают цари. И все они были обнаженными. И рядом находился сад, который был наполнен фруктовыми деревьями, цветущими цветами и птением пчел. И он уже далек был от преданного. То есть он был смешанным преданным, но у него также еще присутствовали другие желания. Подобно полубогам, при всем моем уважении, простите, пожалуйста, это просто наблюдение. Вчера был дождь во Вриндаване, была температура 45 градусов. И потом Индра, он послал дождь, и сейчас хорошая температура, поэтому очень благодарна Индре. И так или иначе, в какой-то момент мимо проходил Дурвасамуни. И вот этот царь, он, когда проходил мимо мудрец, он не увидел его, увидел его, то есть он не был, не отдал ему никакого внимания, потому что он был погружен развлечениями с этими женщинами. И Кришна говорит, подытожив, он говорит, это все вожделение, которое является самым большим и разрушающим грехом в этом мире. Может быть, у кого-то есть враги, но, как говорится в пословице, что я являюсь самым главным врагом самому себе. И вот эти враги, желания, они тянут на дно материальной жизни, живое существо. И мы должны взять под контроль вожделение и, в конце концов, это вожделение превратить в любовь. В этом наш процесс. И также мы должны снисходительными быть по отношению к предным, потому что предные — это те, которые прикладывают усилия, попытки, чтобы победить и обуздать вожделение. И поэтому мы с почтением относимся к каждому предному, никогда их не критикуем, и в этом состоит любовное отношение с предными. И Дурваса Муни понял, что вот эта преданность Сахас Ракша, он был развращен богатством, славой. И поэтому он проклял его. И проклятие от таких мудрецов является на самом деле благословением, чтобы нас обратно вернуть к чувствам. И самый лучший способ, как можно избавиться от этого, это слушать, слушать от духовного учителя, слушать от шастер и слушать от других авторитетов. Например, если кто-то спит, спящую личность, можно разбудить звуком. И если кто-то спит, душа спит в невежестве, то ее можно разбудить звуками шастер или духовного учителя. И здесь был особый случай, потому что он был разбужен проклятием. Мы не хотим такого. Мы уже были прокляты пребывать здесь в материальном мире на протяжении многих лет. Но сейчас у нас есть благословение Шилы Парупада избавиться от этого. И у нас есть уже тенденция флиртовать материальной энергией, заигрывать с ней, и это не является чем-то хорошим. И мы можем сжечь то благословление, которое у нас есть. Мы играем с огнем. Огонь может как очистить, так и разрушить. И поэтому, если мы не слушаемся гуру, то этот огонь может уничтожить нашу Бхактилата биджу. И мы судим о прогрессе в нашей духовной жизни, насколько мы удовлетворили гуру или насколько он недоволен нами. Ишвупрапада дает нам указание, как правильно это делать. Поэтому необходимо читать его книги, чтобы знать, о чем он говорит. Итак, послушайте проклятие Дурвасамуни. потому что неконтролируемое чувственное удовлетворение, ты ведешь себя так, ты ведешь себя как демон, поэтому, о глупый, стань демоном на протяжении ста тысяч лет. Если рядом будет проходить Дурвасамуни, пожалуйста, будьте внимательны, по меньшей мере предложите поклоны ему, дандават поклоны, пока он не пройдет мимо. И Ачарьи говорят, что поскольку этот царь в прошлой жизни занимался преданным служением, то он немедленно пришел в чувства. И, как вы помните, другие истории, связанные с Дурвасамуни, он молил о милости. Дурвасамуни сказал, «Хорошо, не волнуйся, в будущем, после 100 000 лет, то столкновение Шри Кришны лотосной руки лотосной руки освободит тебя, и таким образом ты достигнешь освобождения». И чтобы длинную историю сделать короткой, вот этот царь, он появился на свет как Тринаварта у Мадхури еще до того, как Кришна явился. И он стал лучшим другом Наракасуры. Друзья вместе живут и растут, и занимаются вместе делами. И они многих плохих деяний совершали вместе. И он присоединился к другим, Камсы, Кеши и другие демоны. И говорится, что Камса, он хранил возле себя всех этих демонов для того, чтобы расправиться со всеми благочестивыми царями. И затем наслаждаться богатством и красотой Мадхуры. И так получив приказ от Камса, он немедленно отправился во Вриндаван. И поскольку он был ветром, ему всего несколько моментов понадобилось для того, чтобы приехать сюда во Вриндаван или где я сижу во Враджа. И когда он приехал в Вриндаван, он должен предоставить план, так что он летел очень высоко в небо и посмотрел на Враджа. И поскольку он был ветром, демоном, он поднялся высоко вверх и он сверху посмотрел на Враджа. И он увидел, как мама Яшода она держала новорожденного или годового ребенка. И Тринаварта думал таким образом. Я приниму свой облик в виде вихря, подниму ребенка и его мать в воздух и сброшу их на землю с большой высоты. И таким образом моя миссия увенчается успехом и таким образом он хотел убить и мать и ребенка. И Кришна он обладает всем знанием и поэтому он понимал, что этот демон хочет убить не только его, но и его мать. И чтобы подготовиться к сражению, которое наступало, Кришна поэтому Кришна решил убрать маму с того места, где это должно было случиться. И говорится, что он стал таким тяжелым в его руках как вес Вселенной. И поэтому мама Яшода она вынуждена была положить его на землю. Как мы знаем ее одной из йога-сидхи, когда вы можете стать легче воздуха и тяжелее горы. Поэтому неудивительно, что Кришна сделала это, поскольку он является йогешварой или повелителем всех йогов. И когда мама Яшода положила его на землю, вы знаете, она запереживала, как иногда у матерей есть такое шестое чувство, потому что отношения очень близкие. и до того, как еще что-то произошло, она посмотрела в небо. И говорится, что она смотрела на саму Вайкунху. И она молилась. «О Господь, Ты даровал мне сына, поэтому Ты должен защитить его». И потом она отправилась в дом, и вдруг внезапно появился Тринаварта в виде вихря. И описывается, что он покрыл всю Гокулу тьмой. Когда наступает шторм, то все становится темным. И вот это был сильный ветер, который обрушился на Гокулу, и он обрушился в виде града и дождя, и он срывал ветки из деревьев, и он переворачивал все дома во Вриндаване. Все Браджабаси, они были с толку, что происходящим. И пока все замешкались, Тринаварта схватил маленького Кришну и поднял его высоко в воздух. И поскольку Кришна ребенком, то он должен был напугаться. Но Ачарья говорят, что на самом деле Кришна очень наслаждался этой игрой. Потому что говорится, что это дало ему возможность некоторые вещи обнаружить. Потому что дети всегда находятся в поиске, любопытные. Потому что Кришна думал, моя мать всегда держит меня крепко и пристанно наблюдает за мной, где бы я ни был. потому что когда вы с высоты птичьего полета смотрите, то вы можете все увидеть. И когда начался шторм, Мама Яшода пришла обратно, где она оставила Кришну, но его там не было. И она не знала, что это был демон. И она подумала, что Кришну просто сдуло ветром, и Он где-то разбился и находится без сознания. И от этих мыслей она потеряла сознание. И тем временем Тринаварта поднял Кришну очень высоко в небо. И Кришна думал, иногда мама меня немножко подкидывает вверх, а теперь я могу высоко в небо подняться. Я могу летать как птица. И что и произошло, что когда Кришна находился высоко, то женщины Ганхаравы хотели посмотреть на Кришну ближе. И поэтому, когда Кришна был высоко, то Он находился ближе к Ним. И таким образом желание этих женщин Ганхаравы было удовлетворено. Кришна поднялся ровно на один и два километра ввысь. Откуда мы можем знать? Потому что я слушал лекцию Бхакти Чайтанья Свами, которую Он давал в Африке, и он очень учетный человек. Я запомнил, что Он говорил, Кришна поднялся ровно на один и два километра ввысь. И говорится, что когда Кришна был поднят ввысь, И ветер, который был поднят Тринаварты, Он взял аромат тела Кришны и развеял его по всем планетам. И хотя в то время полубоги находились в беспокойстве, но услышав запах аромата Кришны, это принесло им удовлетворение и счастье. Кришна. 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 И Кришна специально делал таким образом, что ветер, Он не затухал, и чтобы все бриджабаси, которые находились внизу, они не слышали, как ребенок Кришны, Он плачет. Простите, вода не туда попала. И Ачарьи говорят, что план Тринаварты был, чтобы увидеть Кришну и съесть Его. На самом деле Он планировал съесть Кришну. Харьи Гришна. Ракшашаши – это те, кто едят людоеды, и ракшаси – это в женском теле людоеды. И со временем постепенно мама Яшода, она пришла в сознание, и она стала искать Кришну повсюду. Но она не могла Его найти, и она плакала. И Рахини, и другие близкие подруги, они тоже стали плакать. И это привлекло внимание всех гопи во Вриндаване, и все они стали плакать. И Кришна мог слышать это, даже находясь высоко в небесах. И Ачария сравнивает это. Он говорит, что Бриджабаси, они были погружены в зыбучие пески разлуки. И затем Кришна решил закончить свою «обзорную экскурсию» и уважить или исполнить проклятие Дурвасамуни, которое было наложено на Тринаварту. Мы должны помнить о том, что Кришна очень серьезно относится к тому, что говорят Его преданные. Их Кришна, Он произнес Веды, и они были произнесены Хая-Гривой, и дальше также Он поведал Бхагавадгиту. И все вот это знание, которое Он дал, оно передается. И те личности преданные, которые передают это послание, Он чувствует себя очень признательным и благодарным этим преданным. И преданные очень любят говорить о Кришне в формальной обстановке, например, на лекциях по Шмат-Бхагаватам, или просто в неформальной атмосфере. И они никогда не берут на себя кредит. И говорят, «О, вот это был хороший лекций». Кто-то может сказать, «Вот это ты хорошую лекцию сегодня прочитал». И что мы делаем? Мы просто повторяем слова духовного учителя и всегда помним о том, что мы всего лишь слуги. И мы должны всегда помнить о том, что мы являемся представителями, и мы всегда должны передавать это знание то, какое оно есть. Философия, она совершенна и закончена. И Шила Прабхада, он часто говорил, «Нам нет необходимости добавлять что-то или что-то. Мы можем, к примеру, добавить нашу проповедь, наши лекции какими-то аналогиями или какими-то историями, которые могли бы подчеркнуть какие-то аспекты философии. Но мы постоянно должны помнить, что мы являемся просто представителями. И Кришна хочет всегда поддержать преданных, потому что это истина, и ничего кроме истины. И иногда преданный ведет себя как цветок розы мягкой, иногда он ведет как гром молнии для того, чтобы проповедовать сознание Кришны. И поэтому Господь делает это, чтобы исполнить слова преданных, которые они дали. И поэтому Кришна, ничего не происходит без ведома Кришны, без желания, без воли Бога, даже травинка не свихлыхнется. Поэтому на все есть санкция Кришны и даже на проклятие. Иногда это может выглядеть жестоким, но иногда есть необходимое состояние. Если вы пожалеете палку, испортите ребенка. Конечно, это не имеется в прямом виду, мы не должны бить детей, но это имеется в виду, что иногда нам нужно повышать голос. И поэтому Дурваса Муни, он проклятие наслал на царя, и поэтому Кришна, он хотел, чтобы это слово было исполнено. И проклятие, оно имеет хорошую концовку. Потому что иногда роза может быть, у нас иногда молния, но если все это связано с Кришной, всегда будет удивительно. Все, что делает Кришна, это к добру. Даже если сейчас пришло время к изоляции, так или иначе-то хорошо, настало время для вебинаров. Я слушаю лекции Шилапрупады, я слушаю Киртана, Кадамбакана, но у меня до этого не было времени на это. Знаменитый Джайдвайта Свами. Когда он говорит, его невозможно победить. Я видел это на публике. Я слушаю Киртана Говинда Махаража, он по соседству с нами находится. Может показаться, что это проклятие, что Кришна делает с нами, но мы все видим это в связи с Кришной, и мы не думаем, о, почему же со мной это происходит. Итак же, что произошло? Кришна схватился за шею этого демона, как будто он боялся упасть. И затем Кришна снова увеличил свой вес, и Тринаварта не мог дальше продолжать подыматься. И интересно, что потом демон, он стал падать и упал на землю. И говорится, что он упал подобно метеориту. И когда Кришна, он не удовлетворившись тем, что просто отягощая демона, он задушил его своими руками и заставив тем самым его глаза выскочить из орбит. И когда демон падал с задом, то Кришна, он находился с поднятым лицом, и он сидел на груди Тринаварты, и он направлял свое тело, и как будто он ездил на ковре самолете. Почему он так сделал? И он управлял это, и он нарочно делал это так, потому что они падали на коровье пастбище, и чтобы тело Тринаварты не могло упасть на одной из любимых коров Кришны, то он старался специально правильным образом направлять тело. И потому что он должен был упать неподалеку от царства, то мама Яшода, она могла бы сразу увидеть Кришну и успокоиться. И говорится, что он приземлился в том месте, как раз наполовину от дворца Нанда Махараджи, и наполовину от того места, где была убита демоница Путана. И когда в Риджавасе они увидели, как младенец Кришны приземлился, и он ползет по груди демона. Поэтому гопи, они вырвали Кришну из тела демона и быстро отнесли его во дворец, и положили его на руки матери Яшоды. И тем временем мужчины забрали тело Тринаварты, и вместо того, чтобы разрубить его на куски, как они сделали с Путана, они просто бросили его в реку Ямоне с пониманием того, что оно будет плыть вниз, и в конце концов оно достигнет моря. Важно-важно, вы слышите звуки Вриндавана, как птицы щебечут, как киртан поет, как коровы они мычат. Это замечательная атмосфера. И одна из старших гопи, она сказала, Из-за того, что этот жестокий, завистливый демон похитил невинное дитя, а Господь Нарайана, покровитель его преданных, поразил Ракшасу, наложив конец его греховным деяниям. И затем Нанда Махараджи он добавил, Можно видеть, как Пурнамасия, она действует. В прошлых жизнях мы должны были совершать много аскез и благочестивых поступков и тщательно поклоняться Верховному Господу, чтобы Он вернул этого мальчика. Они богобоязненные люди, но они не знают о том, что Господь явился среди них, чтобы даровать им свое общение. И другой фестиваль стал организовываться для того, чтобы отметить, что Господь Нарайана защитил маленького Кришна, и в конце этого праздника все наслаждались большим пиром, праздником. Да, у нас громкие птицы. И согласно Гаргасамхите, когда Тринаварта, его душа, она слилась с телом Кришны. И в Брама-Вайварта Пуране говорится, что от прикосновения Кришны демон вернулся на Галоку Вриндавана. И это описывается в произведении. Два противоречащих высказывания. В одном Гаргасамхите говорится, что когда умер Тринаварта, его душа слилась с телом. А в Брама-Вайварте Пуране говорится, что от прикосновения Кришны демон вернулся на Галоку. Это выглядит противоречием. Но мы можем видеть, как все противоречия, все противоречия, они находят свое решение в сознании Кришны. Поскольку Госвами Махараджи, они говорят, поскольку эти два утверждения могут казаться очень противоречивыми, разными, но это не обязательно так. Потому что они говорят, что сначала Душа Тринаварты слилась с душой Кришны, и оттуда Он уже обрел духовную форму и вернулся в вечный обитель Господа. И вот, пожалуйста, все противоречия устранены. И, принимая во внимание предыдущую преданность деятельности Тринаварты, его возвращение на Галоку, оно не было неожиданностью. Это также случилось с Путаной. И также это случилось даже с Шишупалом. Что? Он был тоже плохим демоном. И в Шмат-бхагатам говорится, что после того, как Кришна убил Шишупала, от тела Шишупала исходил исслепительный свет. И пока все смотрели, Он вошел в Господа Кришну. Обычно мы на этом заканчиваем. Но те, кто являются настоящими знатоками и исккателями истины, они могут обнаружить, что за этим идет следующий текст. И говорится, что несмотря на то, что Он как бы растворился, слился с Господом, но на самом деле Он вернулся в Духовный мир. И Он вернулся для того, чтобы выполнять служение. И вот стих из Бхагаватам. Сияющий свет поднялся из тела Шишупалы. И, как все видели, вошел в Господа Кришну подобно метеору, падающему с неба на землю. И комментарий, который приводится к этому стиху, он очень важный. Этот комментарий, он как бы высвечивает глубокий нектар из сути повествования. В этой связи Ачария напоминает, что Шишупала на самом деле является одним из вечников спутников Господа, играющим роль воинственного демона. Таким образом, большинство наблюдателей казалось, что Шишупала достиг безличного освобождения, слившись с сиянием тела Господа Кришны. И таким образом, большинству наблюдателей казалось, что Шишупала достиг безличного освобождения, слившись с сиянием тела Господа Кришны. На самом деле, освободившись от своего смертного тела, Шишупала вернулся к своему Учителю, Верховному Господу Духовного Мира. И Бхагаватам делает это очень ясным. И поскольку Тринаварта занимался практикой преданного служения, то это ему помогло. И сам Кришна говорит, что плоды деятельности, преданного служения, они никогда не могут быть уничтожены. Поэтому попытайтесь сделать как можно больше преданного служения. И после того, как был проведен праздник, посвященный смерти Тринаварты, некоторые гопы или пастушки, они в личном порядке стали давать советы Нанда Махараджа. Они ему сказали, что похоже, что демонов привлекает Гакула, поэтому ты должен держать своих мальчиков в доме, не позволяя им выходить наружу. И похоже, что все были озабочены Кришной. И мы говорили ранее о том, что вот эти беспокойства, они позволяют еще больше сфокусироваться на Кришне, что является очень самоблагоприятным. И вот эти беспокойства, они в основном, они присутствуют в Гакуле, они не находятся во Вриндаване. Как мы можем понять это высказывание? Потому что в духовном мире нету демонов. Откуда там могут быть демоны, если это духовный мир? И вот эти беспокойства, которые испытывали Бриджабаси, находясь здесь во Вриндаване, в лесе Махаван, они только относятся к этому миру во Вриндаване, потому что в Гакуле, в духовном мире, на Галлоке, там нету демонов. Но там есть схожие беспокойства. А как же? Мы же только что сказали, что нету там демонов. Потому что в духовном мире пребывают слухи о приближающихся демонов. Там, о, ты слышал? Ариштасура идет. О, или слышал? Там другой демон. Там нету демонов, но есть слухи о них. Слухи могут причинить много беспокойств. Как Боб Марли, один из регги-звездок. У него песня была, что слухи приносят войну, слухи — это война. И в духовном мире нету демонов. В духовном мире нету этого страха, потому что там нету демонов. Но там есть другой вид страха, связанный со слухами. И это все существует из-за того, что есть разные вкусы. И разнообразие является матери наслаждений. Потому что здесь, в материальном мире, можно сравнить мороженое. У него 30 лет вкуса может быть. Но это все равно ограничение. В духовном мире нету ограничений. И все наполнено разными вкусами. И мы очень много можем вкушать этого нектарного вкуса. И единственная проблема, что нам нужно следить очень долго. Мы сидели и слушали уже эту историю, которая описывает убийство демона Тринаварта. Уже один час и двадцать две минуты. И что же мы получили? Потому что много разных дел, которые мы могли бы заняться, которые мы могли выбрать, чтобы быть занятым. Почему же я решил сесть и говорить об этом в тридцать четвертый раз? И почему вы решили сесть и слушать? Почему мы занимаемся этой деятельностью? Потому что чем мы занимаемся, это мы обсуждаем Бхагаватам. И в Кришна-лила-ставе Санат Нагасвами дает очень замечательный текст. I bow down to you, speaking about the Bhagavatam. I bow down to you, who are supremely blissful to read. Your every syllable pours down a flood of prema. You can always be served by everyone. You are Shri Krishna himself, the Bhagavatam. Я преклоняюсь перед тобой, имеется в виду Бхагаватам, которые в высшей степени блаженны читать. Каждый ваш слог изливает потоком премы. Ты всегда можешь быть обсуждаем всеми. Ты сам, Шри Кришна. И о чем же этот замечательный Бхагаватам, который так приятно читать, говорит нам о Кришне, который проводит свои игры в Махаване? И очень ясно он делится с нами. И в заключении я прочитаю этот очень важный текст. Какое благо мы можем получить, слушая эти игры Кришны? В Шимат-Бхагаватам 10.7.1 говорится, Царь Парикшит сказал, «Мой Господь, Шукадева Госвами, все различные виды деятельности, проявляемые воплощением Верховной Личности Бога, несомненно приятны для слуха и ума». Просто, когда человек слышит об этих действиях, грязные вещи в его уме немедленно исчезают. Обычно мы неохотно слушаем о деяниях Господа, но детские занятия Кришны настолько привлекательны, что они автоматически доставляют удовольствие уму и уху. Thus, one's attachment for hearing about material things, which is the root cause of material existence, vanishes, and one gradually develops devotional service to the Supreme Lord, attachment for Him, and friendship with devotees who give us the contribution of Krishna consciousness. If you think it fit, kindly speak about those activities of the Lord. or tabbala-lila. Таким образом, наша привязанность к слушанию о материальных вещах, которая является коренной причиной материального существования, исчезает, и мы постепенно развиваем преданное служение Верховному Господу, привязанность к Нему и дружбы с преданными, которые дают нам вклад в сознание Кришны. Если вы считаете, что это уместно, пожалуйста, расскажите об этих действиях, деяниях Господа. Спасибо, Махараджи Парикшида, за то, что Он спросил, и Шукадева Госвами за то, что Он говорил. Спасибо большое Шула Парупаде за то, что Он приблизил весь мир и всех Своих последователей к этому. И на этом мы можем закончить и доповествование, описывающее демона Тринаварту. И он закончил, история закончилась счастливым концом. И мы ждем с нетерпения возможностей снова встретиться с Вами в среду, этот день, послезавтра. С этой божественной обители Вриндавана 12 лесов Вриндавана мы прощаемся с Вами и говорим до свидания. Спасибо, Прабу. Увидимся снова. Харе Кришна. Шула Грудаевы. Ки-чай.